МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новинных регионов, студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядите вы в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капрамонт, якому не рады. Чему же хари относят шмат поверховок? Могилёва шкадует после проведенного ремонта по-былому. Могилёвская фанфара, разностайность стилев и жанров от мастаков и скульпторов Могилёвщины в материале наших корреспондентов. Новый же хар у нашем зоопарку, якая червонокнижная птушка, тримала прописку в Могилёвском зоосаде. Глядите у рубрицы на уласные очи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делегация Могилёвской области в складе 22 человек наведала Джарскую автономную республику. Подчас встречи обмеркованы пытания поставок цитрусовых и иншей местовой продукции в Могилёвской области, так само махчимости створения совместного предприемства с Могилёв-Лифтмашем. Подписаны шерох погоднений о продалейшем супрацовнества между Могилёвом и Батуми, Белорусской державной сельгаз-академией и университетом им. Руставели, Могилёвским агентством регионального развития и Министерством экономики. Подчас бизнес-форума был представлен весь потенциал Могилёвской области. Провели перемоги и подписали погоднений на поставку продукции. 8 с 12 покажиков социально-экономичных развития Бабруйского выкануло по выниках пятигодки. Становка спрацевала промысловость. У экономика города на Березине притягнуто 125 миллионов замежных инвестиций. Амаль удвоя вырос за годы перейд розничный товарооборот. Амаль на тротину подросла реальная заработная плата. Разом с тем, депутаты Гарсовета Бабруйска упевнены, что надалей треба реализовать магутный потенциал города. До послух мянулой пятигодки относят масштабную модернизацию Белшины, завода КПД, Фондока, мясокомбината, предприемства Бабруйск-молоко. За пять год Бабруйск отримал новую залу тяжкой атлетики для юных олимпийцев, футбольную и пляцовку для воркаута. Стадион имя Прокопенки и залу боротьбы. А еще проведена реконструкция родильного дома. Закупленный великий объем сучасного медобстаневания. Продолжительность жизни увеличилась за эти пять лет с 69,8 года в 2011 году до 73,7 года в 2015. За пять лет, естественно, прирост населения составил 472 человека. На посаджении Совета депутатов Бабруйск расставил приоритеты на ближайший час. Без малых 40 миллионов долларов накеровать на инновацию и модернизацию. Гэта дозволит створать новые працовные места, повеличить экспорт товаров и послуг у тым лику и за кошт новых рынков сбыту. Глобальных и локальных. Разом с измацнением позиций на традиционных рынках сбыту, Бабруйск мае намер развивать одно сеный с краинами дальней дуги и ЕС. Без экономического развития нашего города мы не будем иметь то, что мы хотим. То, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством, с ремонтом дорог и так далее. Это налоги, это наши деньги, которые, безусловно, будут поступать в бюджет. А кроме развития экономики, у Бабруйску будут протягивать реализацию державной молодежной политики и информационных избеспечения. У лику прайоритетных застаются реконструкция детячей больницы и бодавництва школы у микрорайоне Заходни. Алена Кутузова, Иван Боровы. Новины региона с Бабруйском. Кап ремонт, якому не рады. Жихары 27-го дома по улице Бакунина у Могилёве кажут, что шкадует про старый дах, балкон и адмостку. Стверждают, что после проведенного ремонта им доводится ходить по инстанциям, каб ликвидовать недохопы. Самой проблемной у гэтым доме, каже Наталья Полякова, была вось гэта труба отцепляльной системы на паддашку дома. Узгадываюць летоць 10-го кастрышника трубу прарвала, увесь стояк першага подъезда залила гарача водой. Худка наступный отцепляльный сезон и Жанчин ухвалюю, что труба вось у таком выгляде. Сверждая, что заменили только невеликий участок у месяца порыва. Зато и капитально одрамонтовали дах. Правда, по словам жильцов, новый ён стал текчы. Гэта бачна и по вентиляционных стояках. После их капитального ремонта все доски покрылись чёрной плесенью. Сейчас они за лето высохли. Сейчас начинаются опять дожди, это будет опять плесень. Сколько ещё эти доски простоят? Может быть, они ещё 80 лет бы простояли, если бы не заменили крышу. Здесь никогда не было ни сырости, ни плесень. Здесь всегда было сухо. И ничего здесь не текло. Жихары демонструють мокрое место не только на подашку, а и у подъезде. Вы себя не оправдываете. Вы виноваты. Вы плохо сделали ремонт. Крыша очень плохая. Всё течёт. УКП вас не топило. Затопила подрядная организация. Почему вы УКП вообще обвиняете? По словах представников отдела управления коммунальных предприемств, протеканник по заяве повинен ликвидовать подрадчик. Для этого жильцам треба свертаться уже. Критичного такого уже положения дел, что мы затапливаем все квартиры, здесь не происходит. То есть это гарантийный случай. И это устраняется в эксплуатирующей организации в порядке гарантийных обязательств. Лесвицы для жильцов были проблемой номер два. А драматовать их обьяцали подчас тякучего ремонта згод на плану на 2017 год. После нашей письменной жалобы СУКП Кибловск дал письменный ответ, что лестницу должны сделать. Сейчас на данный момент к нам приходит ЖУ-6 и заставляет нас сделать ремонт в подъезде за счёт средств жильцов. Никто не против, все согласны. Но прежде чем делать подъезд, я думаю, что сначала лестницу надо сделать. Подчас капрамонта в этом доме заменили дах, адраматовали фасад и отмостку. После этого не пройшел еще год. Не текло, ничего. Всё было нормально. До капремонта. Какой это капремонт? Я не знаю, что это за капремонт. Просьба была у жильцов нашего дома утеплить дом, поменять трубы, сделать ступеньки. Сделали всё наоборот. Вот они сделали слив прямо под дом. Посмотрите, абсолютно ничего не изменилось. Вот она стена. Вся мокрая, внутри уже плесень, всё. Это капремонт называется. Жигары стверждают, головное, чего я не чекаю адрамонту, это замены трубы системы отепления. Але я не заменили. Теперь я не кажусь, что с настероженностью чекают початку отепляленного сезона. Олеся Рыбалка, Миколай Соболев, Новины Региона. О два с половиной разы на Могилёвщине повеличилась колькость эндоскопичных обследований у кутоустах и кишечника. Як поведомили в Управлении Аховы здоровья Аблова Конкама, у регионе мают намерно близиться до европейских стандартов скрынингу на онкологичное захворывание. Бо это дозволяя снизить колькость запущенных форм хворобы, а значит повысить поспеховость лечения. Онкологичное захворывание кишечника лидирует по смиротности сирот инших, бо, по словах медиков, заподозрыть гэту хворобу можно шастей за все на опошней стадии. Тотальные обследования скрынинги на онкологию во взросле за 50 годов допомагают поменьшить рызаку запустить хворобу. Так, у Беларуси за опошние 10 годов смиротность от рака снизилась на 12%. Вот им лику и за кошт своей часовой диагностики. Правда, как означают специалисты, есть недокоп специфичных обсталеваний и медкадров, которые могут працовать по скрынинговых программах. Треть человеки потерпели у вынеку дорожно-транспортного оздоровления в Могилевском районе. Как поведомили у Держа автоинспекции, жаншина-водитель Опеля не справилась с кированием. Машина выехала на полосу с устречного руху и урезалася в школьный автобус. К счастью, автобус не перевернулся и больших трагедий не произошло. Но все-таки на место происшествия быстро прибыли скорая помощь и госавтоинспекция. Дети были осмотрены. Но все-таки один ребенок был госпитализирован. 14-летняя девочка сейчас в больнице. Ясшетра у матры малей кировцы легковушки и 51-годовые жаншины, которые находились в автобусе. Их так само шпитализовали. Наша молодь креативная и интеллектуально подкованная. Это доказали в дельнике первого интеллектуального турнира «Филин» сяродного ученца у студентов и прационной молоди Могилева. Это одно с широкого мероприемства, которое владеет Белорусский Республиканский Союз Молоди до 15-ти год с Дня Утворения. Тема лично, что на свой особливый батл разумников, которые прошло в Могилевском институте внутренних справ собрались 15 команд. Нет, это не в этом. Что может быть Англия? Англия и где производители? Там в Великобритании нельзя самолетов. Что нельзя самолетов? Нельзя спиртного, нельзя телефонов. Или электронное что-то нельзя. Агульный мозговый штурм. Только так можно знайсти правильный отказ. Эрудиция и умение худко промать рашение, бадайгалонное, что потребно кожному удельнику интеллектуального турниру. Его складывался из двух гульня у Меды Азбука и что декали. И когда за пошлем с поборницей все разумело, то Меды Азбука со слайдами и заданиями для удельников оказалась у новинку. Два самых каверзных и интересных вопроса, даже скорее самых необычных, это про спиннеры и гироскутеры. Было очень интересно и как бы необычно. И я не первый раз принимаю участие в таком, но вот Меды Азбука для меня стала открытием. Знаходить отказы на нелегкие пытания вырошили не только навученцы, а и молодые педагоги Могилева. Быть так бы мовить, объеденовая. Переможцам вызначали по колькости правильных отказов. Так, третье место у команды БРУ, другое у педагога у 34-й школы Могилева, а вот переможцей стала сборная команда Могилевского института Министерства внутренних справ. Мы очень рады этой победе, потому что никто из нас, наверное, не ожидал. Времени было мало на подготовку, так как команда не с одного курса. Мы сборная команда, здесь четвертый, второй курс. Не забудь сказать, что у нас было два дня, только всего лишь три дня. Три дня, да, до конкурса. И все-таки я рада, что каждый из вас откликнулся на нашу просьбу сыграть. Надеюсь, это не последняя наша игра и все будет хорошо в дальнейшем. Городский конкурс «Майоу спрыманье театра» пройдет в Могилеве. Поуденежить у им запрашают молодых людей во взрослете от 5 до 18 годов. Конкурс проводится у двух номинациях «Театр литература» и «Театр и умелые руки». У первой номинации удельничают сочинение не у прозе и вершах, а у другой працы у разных техниках декоративно-прикладной творчести. Малюнки, мягкая цацка, лепка, вышелка. Работы повинны быть присвечены спектаклем Могилевского драматичного театра, что все лето означает 130 годзе. Свои творы можно принести у театр и отправить их на электронную пошту info.sobaka.mdrama.by. Что до юбилея, то 130-й сезон для могилевских театралов почнется наприконцы виросня. У репертуары Могилевского драматичного як премьеры, так и вядомые глядачу спектакли. 20-го и 21-го вересня до уваги аматоров мельпомены сучасный Мастацкий театр из Минску и одразу две комедии «Дом уверх дном» и «Шаленые гроши». А вось першая премьера юбилейного сезона «История каханья непотребных людей» у постановцы режиссера Андрея Гузия. По одной из самых добрых и оптимистичных пьес Владимира Лицкого «Дурочка» и «Зэк». Выстава «Могилевская фанфара» проставила разностайны стылев и жанров мастаков и скульпторов Могилевшины. Одна из лепших мастацких выставов опошнега часу так лечить знауцы. И таму термин выставы у Залена Болдина у областных центра протягнуты до конца месяца. Выстава «Могилевская фанфара» областное отделение Союза Мастаков Беларуси просветила 750 годзю областного центра. На ее проставлены вельми розные картины мастаков. От реалистичных ретро-картин Бариса Перунинских и пяшчотных кветочных пастелей у Светланы Строгиной до незвычайных импрессионистских пейзажов Игоря Беспалова и отметных параллелями с житем и светом модернистских творов Ленины Севаковой. Тут усе у нас разнобайковые так скажем эти самые мастаки кожный по-своему бачит этот свет и адлюстровая его в своих працах. Новые формы и материалы шукае мастак Юры Нестярук. Яго картина с Адам Хусейн выкнана не фарбами а лепопелом. На символ тленности життя усих ад каралю до пешек. Ещё один твор зимовый краевит нагадал нам проходку измену сезону. Это просто относины плям ритмов колеру как бы мне важно было это вырошить ну и некой сучасной мовой потому что нас так мусить шукать новых вырошений развязания узнать некий свой особистый подход до того как бы некие свои темы выказать. И конечно на выставе проставлены скульптуры. Но ваходе вас устракая складанный философский твор Андрея Веробьёва. Але для аматора у инших мастацких накерунков так само знойзица что поглядеть. Мастаки говорить каб разбираться у сучасным мастацстве треба ходить на выставы глядеть разважать и спрачаться. Таму свои уражения. Илона Иванова Юра Ласо Новины региона. Бабруськ примем матч другого тура першинства Беларуси по мотоболе. На гульни да наши команды приедут соперники из Минска, Новополоцка и Орши. Мини-турнир пошнется пятницу 8-го виросня и протягнется до 10-го виросня. За 3 дни глядочую бачить 10 поединков. Местом с поборництва станет стадион Будавнича колледжа Бабруйску. Нагадаю, перший турнир першинства Беларуси прошел еще в мае. Тогда наша команда потерпела поражение во всех сустречах. Червонокнижную птушку знайшли дашники звездки бушляки Шкловского района. По их словах, птушиня совы сядила под древом в лесном массиве неподалек от дашного сектора. Дорослых птушек поборзьей не назиралось и зараз свинью передали у Могилевский зоосад. Коли процесс реабилитации птушки будя проходить поспехово, кто же не отпустит у дикую природу? Далее ваше увазе рубрика на уласное вочи. Далее ваше увагу и до встречи в эфире.